Сахарный диабет Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови, вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина, гормона поджелудочной железы. Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов нервной системы, а также других органов. На сегодняшний день сахарным диабетом болеет около 6% населения. Несмотря на то, что Новочебоксарск – относительно молодой город, в диспансерном учете у нас состоит 2700 человек. Из них с сахарным диабетом первого типа страдает 132 человека. Это те люди, у которых в организме вырабатываются антитела, и организм перестает вырабатывать инсулин. Лечением является постоянное введение инсулина. Сахарным диабетом второго типа стоит на учете 2540 человек. Если раньше сахарный диабет считался болезнью пожилого возраста, то на сегодняшний день все чаще выявляется у лиц до 40 лет и даже у детей. Это, прежде всего, связано с изменением образа жизни. Какова бы ни была причина возникновения диабета, следствие одно – организм не может в полной мере использовать глюкозу, то есть сахар, поступающую из пищи, и запасать ее избыток в печени и мышцах. Неиспользованная глюкоза в избыточном количестве циркулирует в крови, что неблагоприятно влияет на все органы и ткани. Основной причиной сахарного диабета является генетическая предрасположенность и нездоровый образ жизни. Это недостаточная физическая активность и неправильное питание. Итак, в группу риска больных с сахарным диабетом ходят те люди, у которых кто-то из родителей болел с сахарным диабетом или имеют избыточную массу тела. Чтобы уберечь себя от сахарного диабета, лучше ее профилактировать до установления диагноза. Для этого необходимо вести активный образ жизни. Любая физическая активность, будь то ходьба, бег или плавание, способствует снижению сахара в крови. Правильно питаться. Пищу употреблять с большим содержанием пищевых волокон. Это все овощи и фрукты, бобовые и кисломолочные продукты. Ограничить употребление сладостей, выпечки и мучных изделий. Избегать стрессов и курения. И постоянно контролировать свой уровень сахара в крови. Для этого у нас на пятом этаже работает центр здоровья, где все желающие имеют право сдать кровь на сахар. А также пройти плановую диспансеризацию у врачей-участковых терапевтов и врачей общей практики. Сахарный диабет 2 типа чаще всего начинает с лечения пероральных сахароснижающих таблеток. А потом уже появлением осложнений, когда уже совсем перестают вырабатывать инсулин, добавляется к таблеткам и инсулинотерапиям. Каждые 10-15 лет общее число больных удваивается. Уровень заболеваемости с сахарным диабетом в России сегодня вплотную подошел к эпидемиологическому порогу. В России зарегистрировано более 2 миллионов диабетиков. Неофициальная статистика называет цифры от 8 до 11 миллионов человек. Из них более 750 тысяч нуждаются в ежедневном приеме инсулина. Лечение сахарного диабета проводится пожизненно. Самоконтроль и точное выполнение рекомендаций врача позволяют избежать или значительно замедлить развитие осложнений заболевания. Субтитры подогнал «Симон»